Всем привет, ребята, вы на канале Dama Nails. Сегодня я буду выполнять коррекцию наращивания на гелевые типсы. То есть, относились достаточно хорошо, не считая некоторых поломанных уголков на больших пальчиках, которые клиентка сама сгрызает, и также небольшой поломки на среднем пальчике. Мы перенаращивали ногти, так как решили сделать четкий квадрат, чтобы не достраивать все полигелем. Решили попробовать выполнить наращивание на гелевые типсы. Отслоек приснять у нас не обнаружилось, но большой пальчик на этой ручке мы решили все же перенарастить. Снимаем покрытие твердосплавной фрезой с синей насечкой кукурузкой на максимальных оборотах. Главное смотреть при снятии, чтобы не спилить полностью гелевую типсу, и в дальнейшем у нас не было больших отслоек, также трещин. Вот у этой фрезой достаточно долгой, керамической фрезой, мне не так сильно нравится работать, так как она нагревается. И пока я снимаю покрытие, я хочу рассказать вам свою историю, которая со мной произошла не так давно. В общем, написала мне девочка в телеграме записаться на маникюр. Мы ее записали на определенную дату. Ну, пишет она мне, что не сможет прийти, я думаю, ну ладно, какие-то свои проблемы, то есть что-то случилось, хорошо. Мы переносим запись, и чтобы вы понимали, мы переносили запись 4 раза, и в итоге на последний раз она все же не пришла. Она мне на последний раз написала, можно еще пораньше прийти. Я сказала, что нет, окошко занято, то есть не могу никак вас принять, вот. Ну, и она сказала, хорошо, типа я приду. В итоге никого не пришло, никто мне ничего не ответил. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, было ли у вас такое. Но это не очень классно, это достаточно некрасиво было со стороны клиента. Поэтому, пожалуйста, девчонки, не делайте так, либо же не записывайтесь потом, если вы не придете, либо предупреждайте и приходите в следующий раз. На этом этапе я пополняю маникюр. Сначала на форвере, затем на реверсе. Алмазной фрезой пламя с красной насечкой. Это пламя 0,23 диаметра, она идет с острым кончиком и очень удобная в работе. Всегда маникюр я делаю фрезой пламя, либо синей, либо скальстной насечкой, так как по мне это самая универсальная, самая удобная фреза. Именно для выполнения маникюра, вычищения птеригии. Вычищаю все боковые пазухи, зашлифовываю боковые валики. Также убираю птеригий примерно на 17 тысяч оборотах. Ну и самый важный такой момент в выполнении маникюра. Мы не должны давить на фрезу. То есть фреза должна ходить гладко, чтобы не сделать большие пропилы, которые в дальнейшем могут повлиять на рост ногтей. Также есть большая вероятность, что мы просто ее травмируем. Дальше все как по стандарту. Я зашлифовываю ногтевую пластину. Мне безумно нравится ногтевая пластина клиента. Безумно нравится ее кутикула, так как кутикулу обрезать достаточно легко. Птеригия нету практически. Также сама ногтевая пластина очень длинная, и поэтому даже на коротких ногтях будет смотреться покрытие безумно красиво. Зашлифовку ногтевой пластины я выполняю пилочкой 100 на 180 грит. Так как предыдущее покрытие мы снимали не полностью, то есть какой-то материал все равно остался, и поэтому именно эта абразивность пилочки безумно подходит к дальнейшей работе. Я выполняю срез кутикулы ножничками. Как я говорила ранее, кутикула безумно классная, поэтому это мне не дается с затруднениями какими-то. Я это делаю легко. Также обязательно осмотрю, чтобы не поранить клиента. Но так как до этого мы вывернули кутикулу, вероятность именно порезать клиента максимально низкая, потому что когда мы вывернули юпочку, то нам открылся большой такой кусочек самой кутикулы, которую можно спокойно обрезать. Далее обязательно я зашлифовала все по срезу, но в видео это, к сожалению, не попало. Вот такой прекрасный чистый маникюр у нас получился. Вот промежуточный результат. Обезжириваю ногти. Обезжириватель это один из важных этапов в маникюре, так как он устраняет загрязнение, жир и саму влагу с ногтей. Далее обязательно я покрываю ногти бескислотным праймером. Сохнет он на воздухе. Ждем полного его высыхания. Кислотный праймер я использую только в тех случаях, когда вижу плесень на ногтях, так как он лучше убивает все микроорганизмы. И затем после праймера также все, как обычно, наношу тонкий грунтовочный слой, раббер базы. Втираю его в ногтевую пластину. Ей я никогда не выравниваю ногти, я тем более не укрепляю ногти, так как раббер база эластичная, она достаточно мягкая, она гнется, поэтому, когда ноготь ударяется, когда где-то случайно его стукнул, обязательно пойдет либо от трещина, либо от слойка, так как база не будет держать сам натуральный ноготь. Поэтому выравнивание я делаю либо жесткой базой, либо же гелем. После базы я буду наращивать ногти также на гелевые типсы, но в этот раз я буду наращивать уже на базу. Прошу девочку помочь мне зафиксировать гелевую типсу LED фонариком, а затем уже кладем в большую лампу ногти, все по стандарту на минуту. То же самое мы делаем с большим пальчиком, смотрим, чтобы не было воздуха, чтобы не пошли отслойки. Одну ручку мы решили сделать базой с поталью, очень красивый цвет, молочная база с небольшим фиолетовым оттенком, также с фиолетовой сиреневой поталью. Промазываю тонкий слой базы, затем ставлю каплю и распределяю ее по ногтю. Делаю все то же самое, как и делаю с гелем, поэтому ничего сложного здесь нет, база не растекается, никуда не затекает, поэтому очень удобно в работе. А также сама поталь в ней не торчит, так что опиливать ее не обязательно, но я всегда делаю опил после укрепления, после выравнивания, поэтому делать опил формы, также поверхностный опил мне придется. Выполняю все то же самое на других пальчиках, но на второй ручке мы решили сделать просто чистый однотон, потому что клиентка хотела сделать что-то более весеннее, но и все же выбрала сиреневые оттенки. Вообще среди моих девчонок сиреневый делают чаще всего весной, потому что он у них больше ассоциируется с такой весной, когда уже расцветают почки, ну такая прям весна-весна. Промежуточный результат получается очень красивый, но естественно мы не забываем про опил, немного опиливаю длину, чтобы легче было себе пилить в работе пилкой, и также подпиливаю арку ногтей, выпиливаю толщину изнутри, это безумно важный этап, и уже всю форму я буду опиливать пилочкой, также 100 на 180 грит. Изначально я решила выпиливать все изнутри натуральной ноготь кукурузкой, той же, что и снимала покрытие, но все же я решила взять иголочку с синей насечкой, так как все же ей удобнее. Делаю опил для четкой формы, также немного делаю поверхностный опил для красивого апекса, и подвожу пилочку под боковые параллели, немного снизу, чтобы их приподнять, так как указательные ногти у клиентки все же немного клюют. Безумно красивый опил, четкой формы, четкого квадрата у нас получился. И далее я приступаю ко второй руке. Указательный пальчик я уже укрепила молочным гелем, и дальше выпиливаю фрезой-иголочкой ступеньку от гелевых типс, во-первых, чтобы она не мешала мне, во-вторых, чтобы при отрастании также не было этой ступеньки, и не пошла отслойка в дальнейшем. Опиливаю указательный пальчик, делаю все то же самое, что и делала с предыдущей рукой, также пилочку завожу под боковые параллели, но смотрим, чтобы не выпилить точки в росте, так как может пойти боковой однихолизис, и это очень травмоопасно для самих ногтей. Выполняю укрепление остальных ноготочков, делаю это молочным гелем от Силкар, промазываю подложку, ставлю каплю, спускаю ее вниз по ногтю, формируя апекс. Делаю все сразу по два ногтя, по четыре ногтя делать я не очень люблю, но по два это экономит время, нежели если делать все по одному ногтю и просушивать. Кстати, LED фонарик я только купила, поэтому это было первое испытание его. До этого я, естественно, попробовала, просушит ли он черный гель-лак, базу и гель. На удивление, он просушил всего за минуту идеально черный гель-лак. Гель, про базу я вообще молчу, то есть я прям не ожидала, что он просушит, потому что не каждые большие лампы просушивают черный гель-лак, а тут маленький какой-то фонарик просушил. То есть поэтому очень классный фонарик, думала, что вообще не просушит его, тем более за минуту, но был, кстати, средний слой, даже не тонкий, поэтому мне очень понравился. Выпиливаю все из-под ногтей, то есть тоже натуральный ноготь, вы видите уже, что я взяла сразу иголочку с синим насечкой, у меня керамическая фреза. И вот такие квадратики у нас получаются. И мы долго пытались, выбирали с девчонкой цвет, какой будем делать. В итоге выбрали вот такой сиреневый оттеночек. Покрываю я его в два тонких слоя, можно было, конечно, в один покрыть, но я все же решила не рисковать, а покрыть в два. В некоторых местах я все же помогала себе кисточкой, чтобы прокрасить под кутикулой, без затеков. Кстати, девчонки, в этом году, так же, как и в 22-м году, вариация сиреневого оттенка, цвета вовсе стала главным цветом года, так как именно сиреневая олицетворяет творчество, воображение и таинственность. В нем сошлись два контрастных оттенка, это красный и синий. И именно это смешение указывает на творческие поиски, открытость к переменам и стремление к самому развитию. Пока я вам рассказывала про трендовый цвет года, так же весны, мы решили покрыть безымянный мизинчик лаками с хлопушками, но все же девчонка решила сделать однотон, так как мы подумали, что на той ручке у нас все с поталью, и решили не рисковать, сделать просто контраст на однотонный фиолетовый, сиреневый, извините. Что-то я тут заболталась и пропустила тот момент, когда мы начали перекрывать все топом. В общем, покрываю все глянцевым топом с небольшим выравниванием для ровного блика. Также переворачиваю ручку клиента, чтобы этот блик сформировался. И далее подпиливаю немножечко арочку и подпиливаю боковые параллели для более четкой формы, которая могла потеряться из-за топа. После небольшого опила я уложнила кутикулу и ручки маслом, но перед тем, как я вам покажу результат, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, также на мой инстаграм. Там я выкладываю интересную информацию о ногтях, также немного о своей жизни и моей работы. И вот такой безумно красивый результат у нас получился. Как вам? Пожалуйста, напишите в комментариях, оставляйте свои лайки. Всех люблю! Субтитры сделал DimaTorzok